Всех приветствую, на канале InGame, в этом видео я расскажу как пройти главную сюжетную пасхалку на новой зомби карте Мау Де Тоттен в Call of Duty Black Ops Cold War. Для удобства я разбил весь процесс на несколько этапов и также постарался немного адаптировать прохождение, чтобы вы смогли как можно раньше начать финальную битву с боссом. Идеальный вариант выполнить всё до 20 волны, потому что чем позже вы начнёте финальную битву, тем сложнее и дольше она будет проходить. Перед выполнением сюжетной пасхалки я бы посоветовал один-два раза просто поиграть на этой карте, чтобы понимать, что где находится и лучше ориентироваться. Сама же пасхалка получилась сложнее, чем на той же карте One Post Z, кстати о ней у меня было видео на канале, кому интересно по аннотации можно будет его найти. Но и не такой долгой и затянутой, как в режиме Outbreak. Чтобы чуть лучше понимать, что происходит в плане сюжета, можно также ознакомиться с пасхалкой-прологом из Outbreak, по ней тоже есть видео. И если не хотите самостоятельно выполнять её, достаточно там просто посмотреть финальную кат-сцену. Правда в этой пасхалке на карте Мау де Тоттен есть некоторые моменты, из-за которых ваше прохождение может затянуться. Об этом я расскажу уже в ходе самого видео. А в комментариях пишите, как вам новая карта и пасхалка на ней. И если это видео кажется для вас полезным и интересным, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться им со своими друзьями. Это очень поможет мне в развитии канала. Давайте начнём. Что взять с собой? Лучший вариант это дробовик гала и полевая модификация эфирная завеса. Так как на карте узкие проходы, вас часто смогут зажимать зомби. И отстрел опять же их будет в основном вблизи. Плюс я не советую апгрейдить свою пушку, так как качать в улучшайзере стоит только чудо оружия. Поэтому вам нужна будет та, которая эффективна в стоке как минимум до 10 волны. А лучше дробовиков ничего нет. Также советую создать один класс с кольцом огня. Оружие туда можно поставить любое. Данная полевая модификация вам необходима будет именно для битвы с боссом. Итак, появившись на карте на крыше дома, переживайте одну волну и активируйте трос этажом ниже, который ведёт в отель. Также советую первые 7 волн убивать зомби исключительно в голову или резать ножом. Так как только таким образом можно будет получить максимальное количество денег. Там же на стене можно будет купить зелёный дробовик гала. Советую это сделать и применить на него свой чертёж и дальше играть уже с ним. Здесь в отеле живёте до 7 волны примерно, оставляете одного зомби и идёте открывать несколько дверей. Таким образом попадаете на улицы Восточного Берлина. Заходите вот сюда, где-то в этом районе должен заспауниться ураган. Убиваете его, забираете с него предохранитель. После спускаетесь в подземку и идёте включать электричество. Но для его активации вам скажут, что нужен ещё один и место следующего урагана будет уже обозначено на карте. Подходите, убиваете, забираете второй. Возвращаетесь обратно, вставляете их и включаете электричество. После поднимаетесь на поверхность и активируете лучайзер. Для этого достаточно быстро убить именно послушника, не отвлекаясь на остальных зомби. Также советую здесь сразу открыть вот этот проход, соединяющий Восточный и Западный Берлин. В лучайзере ставите только модификацию патронов Brain Dot, мозгоразжигатель. Она вам потребуется в дальнейшем. И с этого момента начинается первый этап в пасхалке. Вам необходимо активировать робота Клауса. Для этого нужно собрать три детали. Первая находится возле сторожевых вышек слева и справа от лучайзера. Просто обыскиваете вот такие кучи с мусором, пока не выпадет деталь антенна. Затем поднимаетесь в отель и идете к номеру 305. Здесь вам необходимо захватить одного зомби, чтобы он вам разломал проход вот в эту комнату. Сделать это можно как раз будет с помощью модификации патронов, которую вы поставили ранее. После того, как он сломает доски, подходите к трупу, забираете руки робота. И если обратите внимание, то справа находится сейф. К нему вы еще вернетесь, но чуть позже. Третья деталь падает только с элитного противника Красный Солдат. Он появится в начале 10 волны, поэтому если вы все сделали раньше, то доживаете просто до 10 волны и сразу идете на улицы Восточного Берлина. Как только он появится, валите его, забираете с него батарейку. Остальных зомби не трогаете. После идете в убежище и там активируете Клауса. Здесь начинается второй этап пасхалки, а именно получение нового чуда оружия. Получить его можно как раз из того сейфа, где вы забирали руки робота. Для этого после активации Клауса, дайте ему пострелять как можно больше зомби на этой волне, это вам поможет в дальнейшем быстрее его проапгрейдить. Далее идете сюда и подводите Клауса к этому шкафчику. Он его откроет, забираете ультрафиолетовый фонарь. Затем сразу же идете в локацию выход в канализацию и подводите его к этой кирпичной стене. Он ее сломает и это в дальнейшем будет проход в секретную лабораторию. На этом вам Клаус пока больше не нужен. Теперь необходимо найти три кода от сейфа. Для того, чтобы их увидеть, вам как раз и потребуется этот фонарь. Вы можете их запомнить или записать. Итак, первый код находится в швейной фабрике. Есть три возможных точки его расположения. На доске, над входом или около лестницы. В моем случае он был вот здесь. Второй код находится в служебном проходе. Может быть под трубой, над входом или над щитком. Третий код находится в бокалее, также в одном из трех мест. Справа от окна, между полками в центре, либо вот в этом углу. Теперь идете в комнату с сейфом и открываете его, введя соответственно три кода, которые нашли до этого. Первый тот, что в швейной фабрике. Второй с служебного прохода и третий с бокалеей. Да, в соло режиме, пока вы открываете сейф, зомби вас не трогают. Открыв его, забираете чудо оружие Цербер. Следующий этап, это апгрейд Клауса и крафт для него специального шлема. Для шлема нужно опять собрать три детали. Сразу после получения чудо оружия, отправляетесь на крышу жилого дома, где начинали игру. Стреляете в вышку, обязательно из Цербера или одну из его вариаций. И с нее упадет первая деталь антенна. Вторая в магазине электроники. Стреляете вот по таким магнитофонам, пока она вам не выпадет. Третья находится в метро. Стреляете вот в этот щиток и подбираете деталь электронной платы. После возвращаетесь в убежище, подходите к Клаусу и крафтите для него хакерский шлем. Только осторожнее, чтобы случайно его не вызвать. Затем идете в швейную фабрику, подходите к этой станции апгрейда Клауса и устанавливаете туда антенну. Затем идете на крышу и вызываете его. Теперь надо, чтобы он настрелял определенное количество зомби для прокачки. Где-то в среднем полторы волны. При этом я напомню, что на десятой волне он уже успел пострелять и это тоже учитывается. Как только монитор на станции апгрейда загорится зеленым, значит можно отправлять к нему Клауса. Он зайдет в нее и начнется прокачка. А вам надо будет в течение одной минуты обронять его. Старайтесь никого не подпускать к нему, так как урона наносят много. К этому моменту желательно, чтобы у вас уже было хотя бы 3 перка. Джаггер, Квик Ревайв и Стамина. А также прокачанный Цербер хотя бы один раз в Улучшайзере. Как только оборона закончится, Клаус вам пока больше будет не нужен. Во время обороны убивайте зомби именно из Цербера, так как вам необходим вот такой вот лучемет. Если он выпал, сразу подбирайте его. Если нет, то продолжайте убивать зомби с помощью Цербера, пока он не дропнется. Затем с этим лучеметом идете в канализацию, где Клаус вам пробил каменную стену. И прожигаете с его помощью дверь в секретную лабораторию. С этого момента начинается четвертый этап. Войдя в лабораторию, вам нужно будет пережить волну огненных зомби, но тут ничего особенного. После того, как защитное поле вот с этих предметов спадет, стреляйте в этот шкаф, там появится ловушка, такая же как была на карте Аванпост Зет. Забирайте ее. Затем подходите сюда и забирайте все три колбы. Далее на карте есть три вот таких контейнера, которые светятся зеленым. Появляются они рандомно в одной из семи возможных точек. Сейчас я вам их все покажу. Первая вот здесь, на улицах западного Берлина у этой палатки. Вторая на выходе в канализацию вот здесь. Третья на призрачной станции здесь. Четвертая в разрушенном пентхаусе, вот на этом этаже. Пятая в аллее вот здесь. Шестая на крыше Корбера. И седьмая вот здесь, между магазином электроники и баром. Найдя такой контейнер, подходите к нему, помещаете туда колбу и кидаете рядом ловушку. После этого сразу появятся три урагана, которых нужно убить. Они наполнят эссенцией контейнер. Забираете из него колбу и несете ее обратно в секретную лабораторию. Там берете новую ловушку и идете к следующему контейнеру. Повторяете все то же самое. Всего вам нужно будет это проделать три раза. В соло весь этот этап можно будет сделать за один раунд. Вот тут как раз есть один не совсем понятный момент. Так как дойдя до этого этапа в соло, но после 20 раунда мне пришлось убивать 6 ураганов вместо 3 для того, чтобы наполнить один контейнер. И следовательно таскать по 2 ловушки на каждый из них. И еще один момент. Ловушки в этом случае появлялись по одной за раунд. В результате мне пришлось выполнять этот этап в течение 6 волн. Скорее всего это связано с тем на каком раунде вы начинаете выполнять его. Но на 100% я в этом не уверен. Поэтому если хотите все сделать за один раунд, то вам нужно начать его выполнять как можно раньше. Желательно до 20 волны. И также обязательно дайте ураганам полностью появиться, а только затем убивайте их. Так вот, принеся все три колбы, начнется следующий этап. Вам нужно будет достать бомбу и ключ к карту из поезда. Для этого оставляете пару-тройку зомбей, идете в убежище и активируете Клауса. После сразу бежите сюда и переключаете стрелки. Затем отправляете Клауса вот на этот же Д-путь. Как только пойдет поезд, он его остановит. Вы заходите, убиваете зомбей, которые будут в нем и забираете с одной стороны ключ к карту, а с другой бомбу и выходите. Далее, перед следующим этапом, также оставьте пару зомбей и смените обязательно эфирную завесу на кольцо огня. Сделать это можно просто сменив класс. У вас ничего не пропадет, но полевая модификация поменяется. Затем идете в убежище, дожидаетесь, когда Клаус вернется на место для подзарядки. И активируете этот компьютер. Пролистываете файлы, пока не загорится активировать спутник с дезинтегратором. Нажимаете и затем быстро поднимаетесь наверх. Там появится красный мегатон и два красных мимика. Быстро избавляетесь от мимиков, затем валите мегатона. Как только вы его после раздвоения убьете, останутся два куска урана и начнется отсчет в 5 минут. Если не успеете все сделать, провалите миссию, придется начинать все сначала. Берете один кусок урана, несете в эту палатку и собираете крепление для него на этом столе. Затем несете его на крышу разрушенного пентхауса и крепите вот к этому тросу. То же самое повторяйте со вторым куском. Единственное, что несете его после сборки уже на крышу корбера и крепите там. Получается, что вы их повесите по разные стороны этого троса. После этого отсчет времени закончится. Да, забыл сказать, что пока вы несете его, у вас понемногу убывает хп. И также есть еще один стол для сборки устройства с ураном. Находится он здесь, но отсюда слишком далеко нести его. Проще все собрать вот в той палатке, которую я вам показал изначально. Можете даже специально поближе к ней подвести мегатона, чтобы не бегать потом за кусками урана. И если вы играете в коопе, то закрепить уран на тросы надо практически одновременно с двух сторон. Поэтому сразу договоритесь, кто куда понесет. После этого спускайтесь на улицы Восточного Берлина и подбирайте очищенный уже кусок урана. Несете его в лабораторию, помещаете сразу и бомбу, которую забирали из поезда, и уран на стойку с колбами с эфиром. Теперь все то же самое нужно повторить еще раз. Но для того, чтобы вызвать другого мегатона, есть второй компьютер. Находится он в западном Берлине, как раз во второй палатке со столом для крафта. Активируйте. В этот раз мегатон заспаунится на крыше дома. Но к нему можно не бежать, а просто подождать внизу в нужном вам месте. Он сам спустится. Убивайте его и с этими кусками урана делайте все то же самое, что и до этого. Также собирайте устройства и крепите их по разные стороны от троса. Теперь, перед тем как подобрать очищенный уран и отнести в лабораторию, я советую прокачать чудо оружие в улучшайзере, купить все самые необходимые перки, починить броню и взять с собой миниган, если хватает на него ресурсов. Если все сделали, то подбирайте уран и несете в секретную лабораторию. Размещайте также в устройстве с колбами. Сразу после этого начнется битва с боссом Валентиновой. Сам босс не особо сложный, но вся схватка в среднем длится минут 10. Но вы можете не торопиться, так как в отличии от аутбрейка здесь нет таймера. Сколько хотите, столько и колупайте ее. Так вот, у босса есть две основных атаки. Первая, это она стреляет кристаллами эфирия, которые очень сильно дамажат и быстро сбивают броню. Вы можете либо уклоняться от них, либо если у вас активно кольцо огня, то прожать его и просто стоять в нем, стреляя по ней. При этом кольцо полностью заблокирует ее атаку, а вы еще и будете наносить увеличенный урон. А чудо-оружие Цербер при этом будет убивать зомби, которые попытаются к вам подойти. Либо, если у вас есть миниган, то можно по ней стрелять с него. Это будет еще быстрее. Одного минигана в принципе достаточно, чтобы сбить ей необходимое количество хп. После чего она телепортируется в другую локацию. Вторая же атака у нее ваншотище. Когда она начнет накапливать энергию, у вас на экране появится вот такой эффект, как при начале перемещения в темный эфир. Чтобы избежать ее, вам достаточно просто спрятаться за любое укрытие. Также она периодически будет призывать взрывающихся зомби, но тут ничего особенного. И последняя ее способность это отхил. Когда вы увидите, что ее щит стал оранжевым, значит по ней урон не будет проходить. И она поднимет в воздух несколько зомби, тем самым начнет восстанавливать себе здоровье. Чтобы прервать этот процесс, вам надо как можно быстрее убить всех зомби, что подняты в воздух вокруг нее. Сама схватка проходит следующим образом. Вы сбиваете ей щит и наносите урон хп. После того, как ее здоровье снизится до определенного уровня, она переместится в другую локацию, а у вас будет время, чтобы сбегать, починить броню или закупиться средствами поддержки. Также вы сможете в перерыве призвать себе на помощь Клауса. Если вы сами спустя какое-то время не придете к ней, она вас сама к себе телепортирует. Из секретной лаборатории она переместится на улице, затем на крыше пентхауса, кстати очень неудобная локация для сражения с ней, затем снова на улице и после уже обратно в лабораторию. И там вы ее уже окончательно добьете. Как я уже сказал, обязательно в сражении с ней используйте Кольцо Огня. Оно позволит ее быстро раздамажить. Если появятся элитные противники, красный солдат, ураганы или послушники, их убивайте в первую очередь, чтобы пополнить с них патроны для цербера. И желательно вкачайте перк пинок мула, чтобы вам с определенным шансом падали патроны из обычных зомби. Так вот добив ее, смотрите катсцену. Но это еще не все. Теперь вам нужно защищать Клауса, пока он несет бомбу в портал. Тут в принципе ничего сложного нет. Просто убивайте всех, кто появляется из него. Как только он дойдет, все, пасхалка пройдена. Дальше уже будет только катсцена. И на этом все. Поздравляю, сюжетная пасхалка пройдена. Кому интересно, все катсцены можно будет посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии. И на этом у меня все. На данной карте есть еще различные пасхалки, о которых я расскажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях. И пишите, как вам новая карта и прошли ли вы пасхалку на ней. А если это видео было для вас полезным и интересным, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Это очень поможет мне в развитии канала и будет дополнительным стимулом выпускать новые ролики чаще. Всем удачи, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok